Добрый день, уважаемые коллеги трейдеры! Мы рады приветствовать вас на торговой сессии вторника. С вами компания А-Маркетс, меня зовут Виктор Паньков. Сегодня 25 мая и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. По традиции начнем с индекса S&P 500. Напомню, мы с вами рассматривали преимущественно восходящее движение как приоритетное, но говорили о том, что возможна коррекция к одному из ключевых уровней поддержки. Мы видим, что отработался у нас альтернативный сценарий, мы сходили вниз, в итоге все-таки развернулись и пошли в восходящем направлении. К сожалению, какой-то явной коррекции, явного отскока от уровней мы не получили, но тем не менее сейчас продолжается надвигаться вверх. Цели у нас с вами будут примерно следующие. Как мы видим, структурно мы попадаем вот в этот диапазон, и он для нас будет наиболее интересен. Этот диапазон ограничен котировками 42.21 и 42.48. В этом диапазоне мы с вами будем ждать цену в ближайшее время, и уже отсюда рассматривать какие-то варианты коррекции цены. Сейчас цена тестирует локальный целевой диапазон, поэтому возможен небольшой спуск, но здесь я бы не стал ждать какой-то глубокой коррекции. Здесь возможна минимальная коррекция на одну из предыдущих размерностей, то есть примерно с текущих позиций мы вот в эту область можем с вами опуститься. Это область 4172, 4182. При заходе цены в эту область здесь можно рассмотреть дальнейшие идеи по покупке индекса, и зафиксировать часть прибыли по достижении диапазона 42.33, 42.49. Ну а дальше уже следующей целью будет 42.61, это верхняя граница ранее пробитого трендового канала. Пока что у нас тенденция именно такая. Евро-доллар. Евро-доллар, как мы с вами помним, мы рассматривали в плане коррекции к одному из ключевых уровней, но видим, что цена немножко подросла и только после этого пошла на коррекцию. При этом мы видим четкий отскок от линии минимальной коррекции. Давайте накину, чтобы вам было понятно, откуда мы эту линию взяли. То есть вот у нас есть полноценное движение, причем структурное, выполнено практически идеально. И вот мы подошли к уровню минимальной коррекции, четко от него отскочили. Здесь у нас было две точки входа, и сейчас цена пока продолжает двигаться в восходящем направлении. В данный момент делает небольшую коррекцию вниз. Поэтому тренд у нас здесь преимущественно остается явно восходящий. Ближайшая цель 1.2352, это верхняя граница трендового канала, плюс цель по структуре движения. Более дальние цели у нас отмечены 1.32392, 1.2422. Но до них, чтобы добраться, это нужно будет скорее всего сначала выполнить какое-то коррекционное движение, поднакопить силу и затем уже сделать этот рывок. Такой сценарий видится мне наиболее вероятным. Альтернативный сценарий мы с вами рассмотрим. Это возврат в вот этот флетовый диапазончик небольшой, то есть через ложный пробой. И затем движение к нижней границе трендового канала. И здесь после небольшой вот такой фигуры, можно сказать, паттерна 1.2.3, мы рассмотрим движение в нисходящем направлении. Обратите внимание, что сделки в сел, то есть в шорт, рекомендуется открывать только при получении основного и подтверждающего сигналов, коим будет являться, ну например, закрепление ниже ключевых уровней, ниже линии поддержки и сопротивления, либо какой-то дополнительный сигнал индикатора. На данный момент у нас здесь есть очень даже такая неплохая дивергенция. Как мы видим, она назревает уже достаточно давно, поэтому в любой момент цена может пойти вниз на коррекционное движение. Будьте к этому готовы. Фунт доллар. Так же как и евро-доллар находится в данный момент в небольшом флете, как видим, застряли мы между границей 1.42.20 и 1.41.12. Сейчас в данный момент цена корректируется в нисходящем направлении. Наиболее вероятный сценарий здесь мне видится все-таки пробой нижней линии и поход вниз. Объясню почему. На прошлой неделе мы с вами рассматривали основной сценарий коррекции вот в эту область и затем движение в восходящем направлении до следующего целевого диапазона. Этот сценарий, как мы видим, практически выполнился. Но вот этот пин-барчик нам указывает на то, что здесь очень сильно цену развернули и опрокинули вниз. И она до сих пор не достигла тех же самых котировок. Значит, интерес продавцов здесь был достаточно высок. Поэтому есть вероятность, что цену уронят еще ниже. Все-таки тренд у нас здесь нисходящий был достаточно такой бодрый, стремительный. И поэтому сейчас мы можем уйти на техническую коррекцию. Тем более, что дивергенция, как видим, здесь тоже была достаточно сильная, каскадная. Поэтому такой сценарий у нас наиболее вероятен. Поэтому я бы порекомендовал вам дождаться следующего, а именно пробоя в нисходящем направлении данного флетового диапазона, закрепление ниже его границы. И здесь на закруглении можно было бы войти в сделку на селл. Первая цель 1.40 ровно, более дальняя цель 1.38.83. Доллар, японская иена. Рассматривали мы сценарий снижения к более низким целям. Ну, как видим, в принципе, здесь у нас была неплохая коррекция от ключевого уровня сопротивления. Мы прошили наши нижние цели, закрыли вот этот срыв цены и, собственно, цена благополучно отскочила. Сейчас мы находимся в небольшом флете. Здесь наиболее вероятный сценарий, мне видится, это пробой трендовой линии, затем закрепление и движение в восходящем направлении к ближайшему циклическому диапазону. 109.342, 109.415. Альтернативный сценарий будет это в случае, если мы здесь нарисуем ложный пробой, то есть не пробьем данную линию сопротивления. В этом случае с большей вероятностью мы пойдем на обновление локального минимума, то есть на пробой линии поддержки 108.587 и будем ждать цену в диапазоне 108.235-108.358. Здесь у нас, как мы видим, очень много стоп-лоссов расположено, их переносили, затем снимали, еще раз переносили. Поэтому сюда цену будут гнать маркетмейкеры для того, чтобы обеспечить ликвидность по данному валютному инструменту. Поэтому будьте внимательны, учитывайте оба сценария и смотрите в прямом эфире, как ведет себя цена и принимайте решение. Доллар-канадец. Так же, как и доллар-иена, продолжаем блуждать в небольшом флете. Здесь была попытка пробоя трендовой линии, но, как видим, она не оправдалась. Не выполнили мы необходимую нам структуру движения цены для того, чтобы нормально пробить. Тем не менее, у нас появляется тогда еще одна структура движения. И теперь мы уже будем ждать с вами следующего момента. Здесь мы переносим нашу наклонную трендовую линию вот в эту пласть. Так, где у нас вторая? Вот она. Теперь у нас наклонная линия будет такая, и мы в этом случае будем ждать движения цены вот в эту область. Затем подождем небольшой коррекции, и после этого спокойненько зайдем в восходящем направлении. Такой сценарий будет наиболее вероятен. Однако, обратите внимание, коррекцию после достижения данного целевого диапазона мы можем выполнить как нормальную. Ну, то есть, по нашей сетке Fibonacci в среднем она будет у нас, это коррекция, примерно на уровень 1.21.128 и 1.20.81. Либо, соответственно, мы можем выполнить коррекцию по предыдущему структурному движению. Тогда это будет вот такая коррекция. Примерно вот в эту область. Так что имейте это в виду при построении торговых планов. Также альтернативный сценарий здесь это дальнейшее снижение, поскольку ниже у нас есть два неоттестированных диапазона. Один краткосрочный, другой среднесрочный. И перед тем, как пойти вверх, цена может дать импульс в нисходящем направлении, собрать ликвидность и уже после этого через паттерн 1.2.3 уйти в восходящем направлении. Это также учитывайте. Диапазончики у нас в принципе все с прошлой недели остаются на тех же самых позициях. Среднесрочный это у нас 1.19.41, 1.19.67 с ключевым уровнем 1.19.672 по центру. Ну а более дальний пока указывать нет смысла, если цена дальше пойдет вниз, тогда будем его учитывать. Доллар-франк. Мы рассматривали с вами движение в нисходящем направлении вот в эту область с тестированием ключевого уровня 0.89.32. Ну как видим, цена сделала коррекционное движение и попытку смены тренда в восходящем направлении. Попытка оказалась неудачной, в итоге не смогли мы закрепиться и через срыв цены снова ушли вниз. Таким образом у нас появляется еще одна коррекционная размерность. Теперь у нас уже их три, но мы с вами будем использовать самую маленькую и самую большую для отметки области коррекции. Соответственно ключевой уровень мы таки сегодня успешно оттестировали, как видим. Здесь все замечательно, стоп-лоссы сорвали, все хорошо, ликвидность получили. И среднесрочный ключевой диапазон также оттестировали. Поэтому сейчас наиболее вероятный сценарий это движение в нисходящем направлении. И здесь мы с вами будем отмечать следующим образом наш торговый план. Итак, у нас с вами есть примерная область коррекции. Она находится в пределах котировок 0.90, 140, 0.90, 371. Поэтому мы с большей вероятностью будем ждать цену с текущих позиций именно туда. Когда достигнем данного диапазона, нам всего лишь нужно будет дождаться коррекции и затем на повышении волнового уровня, то есть при пробое вот этой вновь образованной вершинки, войти в сделку на покупку. Таким образом, первая цель у нас будет в районе 0.9137. Более дальняя цель 0.91700, 0.91952. То есть здесь мы будем ловить уже конкретный разворот. Вот такой сценарий наиболее вероятный мне сейчас видится по доллар-франку. Движение в нисходящем направлении, несомненно, тоже возможно. И здесь мы будем его рассматривать только в том случае, если у нас будет нарисован какой-то примерно вот такой паттерн. То есть мы достигнем нашего ключевого диапазона, затем немножко спустимся и следующей волной, которой мы по идее должны пробить вот эту вновь образованную вершинку, мы лишний раз оттестируем либо ключевой уровень 0.90-0.49, либо наклонную линию сопротивления и пойдем в нисходящем направлении. В этом случае можно будет открыть сделку в селл и тейк профит выставить на 0.88947. Австралиец доллар. Облуждает в небольшом флете с преимуществом нисходящего направления. Как видим у нас максимум потихонечку снижается, ну минимум обновляется. Поэтому здесь медведи пытаются таки вырвать инициативу из рук быков. Мы с вами рассматривали сценарий снижения к одному из ключевых уровней поддержки и затем движения в восходящем направлении. Но как видим данные уровни мы пробили и перешли во флетовое движение. Поэтому сейчас здесь едва ли можно строить какие-то предположения о дальнейшем движении цены. Но вот скажу, что мне здесь не нравится. Мне не нравится то, что у нас есть фактически вот такой небольшой флетовый диапазон. И есть вот такой флетовый диапазон, который по сути соединен вот таким выносом, ложным пробоем. Поэтому здесь, исходя из вот такой структуры, есть вероятность, что мы после по окончании вот этого флета, мы выйдем вниз импульсно и затем пойдем на коррекционное движение в нисходящем направлении. Тем более, что сверху у нас с вами нет никакой ликвидности. Всю, которая здесь была ликвидность, мы успешно собрали. А вот снизу есть достаточно много диапазонов ликвидности, которые до сих пор не отработаны. Поэтому здесь я бы рекомендовал вам ждать снижения вот по такому структурному движению. То есть здесь даже можно немножко уточнить и построить вот так вот область снижения. И сценарий здесь будет основной следующий. С текущих позиций ожидаем движение в нисходящем направлении с пробоем нижней границы флетового диапазона и тестированием вот этого краткосрочного диапазона целевого. Затем коррекцию к нижней границе и после этого через паттерн 1.2.3 снижение в целевую область 0.75.74, 0.76, 0.22. Такой сценарий мне видится наиболее вероятным по австралийцу доллару. Тем не менее, при сохранении тенденции ослабления американской валюты мы вполне можем выйти вверх. И тогда, в общем-то, будем с вами действовать по ранее указанному сценарию. То есть движение в восходящем направлении, ближайшая цель 0.78.48. Сделку в этом случае мы будем совершать после того, как успешно пробьем и оттестируем верхнюю границу флетового накопления. По новозеландцу примерно похожая картина, но с небольшими изменениями. Все-таки новозеландец, как я вижу, сохраняет приоритет на восходящее направление. Здесь у нас минимум подтягивается и максимум потихоньку обновляется. Несмотря на то, что был такой достаточно серьезный спуск. Здесь хотя бы были реакции какие-то на ключевые уровни поддержки. Поэтому есть вероятность, что новозеландец с текущих позиций добьет свои цели в восходящем направлении. Ближайшая цель 0.72.78-0.72.90. Целевой диапазон здесь же находится ключевой уровень 0.72.88. Поэтому наиболее вероятный сценарий это с текущих позиций движение в восходящем направлении. В случае, если цена пойдет вниз, то здесь для нас критической точкой станет вот эта линия поддержки. Если цена успешно преодолеет ее и закрепится под ней, значит у нас тренд сменится на нисходящий и мы пойдем на коррекционное движение. Коррекционное движение здесь с большей вероятностью будет в области вот этих зон ликвидности неотработанных. Потенциал атомный, даже если мы войдем в сделку чуть попозже, то порядка 170 пунктов мы можем заработать на этом движении. Ликвидность сверху также здесь вся собрана, ее не осталось больше, поэтому есть высокая вероятность того, что данный актив тоже пойдет вниз после достижения своих верхних целей. Золото. Золото блуждает во флете. Рассматривали мы с вами сценарий в прошлый вторник коррекции к одному из ключевых уровней и затем движения в восходящем направлении, но как видим коррекции не последовало. Был небольшое флетовое движение, срыв цены вниз и затем импульсный выход вверх и пошли потихоньку по восходящей. Соответственно, ближайшую коррекцию на предыдущую размерность мы выполнили только 19 числа в среду получается, но после этого цена перешла во флет. Картинка сейчас выглядит очень интересным образом. Во-первых, у нас явно здесь восходящие тренды, более того, такая достаточно серьезная дивергенция. Причем она каскадная, накапливающаяся, поэтому здесь я бы не рисковал открывать какие-то агрессивные покупки, потому что цену могут очень резко свалить. Мы все знаем золото как отличный ликвидный инструмент, который могут свалить очень резко. То есть, вспомним, как это было в прошлый раз. То есть, вот тоже был восходящий тренд. Буквально раз движение, небольшой флет, два движения и, пожалуйста, буквально 1370 пунктов мы вниз прошли буквально за пару дней. Поэтому здесь возможен такой же вариант. Поэтому я вам рекомендую, во-первых, дождаться конкретного сигнала. Что это может быть? Это может быть либо выход вверх и закрепление выше границы флетового накопления. Тогда можно смело держать позиции до достижения вот этих ближайших целей. 1904.49, 1913.37. Либо, если это будет выход вниз, опять же с ретестом, тогда здесь можно будет поддержать сделки до нижних целей. Но обратите внимание, в нисходящем направлении здесь у нас также есть уровни поддержки. Это у нас получается котировка 1855.47 и 1836.89. Помимо этих уровней мы можем построить их достаточно много, потому что видим, что пивотов здесь очень много. То есть, вот этих мест, откуда цена разворачивалась после коррекции. Поэтому для начала мы учитываем только вот эти уровни, ну а затем уже будем подтягивать другие. Цели по циклическому снижению 1781.75, 1790.82. Если уж мы полетим вниз, то эта область станет первой на то, чтобы здесь попробовать либо зафиксировать часть позиций и зайти в агрессивные покупки, либо просто фиксануть часть позиций. В любом случае здесь, пока мы блуждаем во флете по золоту, я рекомендую вам именно дождаться выполнения одного из сценария. То есть, либо импульсный выход вверх, либо импульсный выход вниз. И после закрепления цены тогда уже входим в сделку. Серебро, в отличие от золота, ведет себя более понятно. Здесь флэт у нас, ну такой, относительно краткосрочный. Общая тенденция понятна, но здесь также у нас присутствует дивергенция. Если мы с вами посмотрим, подключим, допустим, авесомосциллятор, то видим, что дивергенция здесь тоже присутствует, и она достаточно сильная. Поэтому серебро могут также свалить в нисходящем направлении. Здесь есть неотработанные цели по ликвидности. Они находятся в диапазоне 25-28, 25-59. Помимо этих зон, есть еще зоны внизу на котировке 24-50. Они тоже являются неотработанными. В то время как все зоны ликвидности сверху мы с вами успешно оттестировали. Последней была зона 28-44, 28-61. Как видим, вот у нас цена как раз в этой области походила. Поэтому сейчас через пробои в нисходящем направлении закрепления мы можем присоединиться к общему движению и продать серебро с указанными целями в этих зонах ликвидности. Часть позиций можно начинать фиксировать на тех пивотах, которые мы будем пролетать. Но лучше поддержать. Все-таки это будет более логичным. Нефть марки Brent, несмотря на наш прогноз, как видим, сделала небольшую коррекцию от уровня глубокой коррекции и продолжила нисходящее движение, оттестировав еще раз среднесрочный целевой диапазон. Сейчас пока что мы предпринимаем попытку вернуться в восходящий трендовый канал. Максимальные цели находятся на уровне 69.35, более дальние циклические цели 69.53, 70.01. По достижении данного целевого диапазона здесь мы вполне можем уйти в нисходящем направлении на более глубокую коррекцию. Ну а при пробое данного диапазона и закреплении над верхней границей флетового накопления пойдем дальше к следующим целям. Она у нас ограничена, первая цель котировкой 71.58 и более дальняя цель 72.67.73.24. Также обратите внимание, при снижении цены с текущих позиций у нас есть два ключевых уровня поддержки, 67.08 и 66.08, от которых можно еще пробовать покупать нефть с ранее указанными ближайшими целями. И доллар-рубль. Доллар-рубль, несмотря на то, что мы ждали пробои и разворот, то видим, что он продолжает пока снижаться. Тем не менее, цели у нас не меняются. У нас меняется только место, откуда мы делаем наше построение. Пока что актуальным остаются данные структурные движения. Поэтому будем ожидать исполнения текущего сценария. А сценарий у нас очень простой. Если продолжаем мы снижаться, то ждем логического завершения данного цикла снижения. Это у нас произойдет в области 71.96, 72.35. Ну а если пробиваем нашу наклонную трендовую линию, то ждем захода цены вот в этот диапазончик. Здесь ловим коррекцию и на повышение волнового уровня входим в сделки в бай. Ближайшая цель находится в районе 76.14, 76.40. Более дальняя 77.42. Ну а остальные цели будем корректировать по ходу движения цены. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли!